Ассаламу алейкум, друзья, хотел бы вас обрадовать, в течение последних двух месяцев мне удалось вернуть в республику артефакты аганские, участвуя в различных аукционах. Предметы эти были проданы нашими недобропорядочными согражданами, если так мягко сказать, в Питер, в Ленинград, Петроград, или как его там сегодня называют, Санкт-Петербург. Армянин по национальности человек, он их выставлял на аукционах, и вот я в течение этих двух месяцев потихоньку участвую в аукционах, эти предметы выкупил. Теперь они у нас, то есть у меня дома. Но если они у меня дома, я за них заплатил деньги, это не значит, что они мои и принадлежат мне. Это достояние республики, достояние всего ингушского народа. Надеюсь, когда-нибудь в горах построят музей большой, именно Аланский музей, и мы передадим эти предметы этому музею. Хочу вам приводить их. Вот, пожалуйста, бусы вот такие вот Аланские. Из стекловидной пасты был браслет, вот только половинка от него осталось. Браслеты разные, кольца, вот они, браслеты. Вот подсвечник интересный. Вот, он уже износился, подсвечник, говорят, такой. Вот такие браслеты, огромное количество у меня их. Вот интересный такой браслет. Вот ожерелье такое, на шею одевали. Это она волосы, говорят, женщины. Собирали, да, волосы? Свои, заколки или как они там используются. Стрелы очень интересные. Очень интересные стрелы. Состояние прекрасное у них. Вот столько стрел. Вот такие вот бусины. Каждая бусина такая. У нас она, в республике, стоит ее примерно по тысячу рублей. Одна бусина вот такая. Наконечники эти я покупал по три, по пять штук за аукцион. И на них накопилось у меня много разновидностей. Вот ценный. Тоже, да? Двух хвостатый. Вот такой вот интересный наконечник стрелы. Вот такой тоже, очень интересный. Огромное количество наконечников. Фибулы. Вот здесь у меня тоже выкупил. И кинжальчики. Вот они мне нравятся очень. Кинжальчики такие пять штук. Свет плохой здесь. Вот такие кинжальчики. Удивительное ожерелье такое. Знаю, вот такие вот. Одна штука у нас из пулики. По тысячу рублей продают эти копатели. Здесь целое колье мне удалось выкупить его. Вот эти предметы я не знаю. Они одевались на ручку деревянную, скорее всего. А предназначение я не скажу. Не скажу даже. Такое колечко очень интересное. Из стекловидной пасты. Вот идолы такие. Баранья голова. Козья голова. Или что это здесь? Вот здесь сразу два в одном. Лягушка. Вот она одевалась сюда через веревку или через что-то на шею. Идолы. Они все такие вот. С дырочками одевались они. Вот. Очень красивые. Мне больше всего понравился вот такой кинжальчик. Оландский. Очень древний кинжальчик. Очень бронзовый. Ручку они пододелали. Отреставрировали. Вся покоцанная была. И вот кистень. Ну, ручку сами сделали специалисты. А кистень он оландский. И найден, сказали, в яндоре. Вот такая. Булава, шайба такая. Шарик. Вот его вот так вот били. Проламывал, говорят. Даже шлем проламывал. Довольно увесистый. Шар такой бронзовый. Ну, очень интересные предметы. Очень. Я очень доволен, конечно. Очень рад. Не жалко никаких денег. Главное, все вернулось. Будет у нас дома. Временно. Хочу вам еще показать. Вот, что я оранжевый тоже выкупил туда. Вот я ее уже в рамку посадил уже. Кле такое. Ножичек бронзовый. Это все бронзовое. Очень интересные предметы. Вот тоже я в рамку посадил. Тоже закалывались. Да, волосы, говорят, женские. Вот это вот не то. Это совсем другое. Не знаю. Догадки только одни. Цепь вот бронзовая, аланская. Это третий, четвертый, пятый век, ребята. Вот это все. Элчханр. Гамаджеда. Солома. Шалцин. Ну, это я еще раньше покупал. Может, кто-то видел. Наконечники. Вот я рамку собрал. Сердолик. Вот камень. Как они в то время проделывали там дырки. Сегодня я не могу дырку. Ювелирный мастер дырочку эту проделать у меня не получается. А сверла перегорают. Алмазов тогда же не было. Одни догадки. Одни догадки. Здесь серебряных два ремня я собрал. Ну, вот еще тоже все оттуда, вот с Питера. Рамочку. Ну, это вы раньше видели у меня. Тоже на аукционах покупал. Очень интересные предметы, конечно. Ну, и здесь у меня чуть-чуть тоже питерские лармянина этого бронзовое колье. Потом и стекловидные пасты колье. Вот это. Кажется, я показывал. Тоже у нас вот эти шарики дорогие. Вот эти, именно вот такие шарики. У чернокопателей по 500 рублей. А так, где-то говорят, перепродают и по 1000, и по 1500. Разные. Вот бронзовый ремень очень интересный. Ну, и вот эту рамку я собрал тоже. Там браслет такой же у меня был на столе. Вот кольца аланские. Удила конские, бронзовые. Серьги. Цепь вот такая. Так. Такие дела. Все, спасибо за внимание. До свидания.